Будет интересно, постараемся сегодня посмотреть, как же было раньше. У нас есть и, правда, не на слайде, фигурировало другое, несколько неофициальное название данной лекции. Бывало и хуже, безусловно, поскольку так или иначе мы уже, как ни крути, три года живем в условиях пандемии COVID-19. До сих пор не сняты какие-то отдельные ограничения, хотя, безусловно, они уже в несколько более ослабленном варианте на нас действуют. Так вот, сравнивая то, что пережило человечество за всю его историю с тем, что происходит сейчас, можно действительно с достоверностью сказать. Было не очень хорошо, когда начался COVID, но действительно было и хуже. Дело в том, что 20-21 век дал нам прогресс медицинский и различного рода исследования, продвижение в науке позволило нам, безусловно, сделать огромный шаг вперед в рамках работы над исцелением человеческого тела, ну, человеческого разума, если мы говорим о ментальных каких-то болезнях. Меня зовут Артем, я преподаватель истории в школе, также являюсь барным лектором. Меня приглашают, как, например, в данном случае с удовольствием прихожу для того, чтобы развеять некоторые мифы относительно исторических тем. И свою задачу вижу в некоторой популяризации истории, как предмета, безусловно, интересного. Пытаюсь развеять, особенно среди детей и подростков, миф о том, что история – это предмет скучный. В любой, даже самой скучной теме, безусловно, есть интересные моменты, которые можно отыскать, и вот в этом я вижу свою задачу. Сегодня у нас лекция, посвященная эпидемиям, и, как и любой исторический материал, который ты изучаешь, долго, вдумчиво, понятно, что, к сожалению, абсолютно все эпидемии или полностью раскрыть тему невозможно, поскольку на тему истории медицины, истории эпидемии пишутся монографии, десятки книг и так далее, и все это уместить в часовую лекцию, конечно же, невозможно. Поэтому мы с вами пробежимся сегодня по основным моментам, наиболее интересным, наиболее ярким, наиболее, наверное, ужасающим, если можно так сказать. Какие-то эпидемии затронем, какие-то, безусловно, нет. Начнем с терминологии. Пройдемся по чуме, естественно, по второй ее эпидемии, самой известной эпидемии XIV века, которая унесла жизни практически третье население Европы, если не больше. Затронем любопытную болезнь, как пляска святого Витта. Безусловно, лепра – это медленная смерть. Испанка – начало XX века. Ну и коснемся основных социальных моментов, основных моментов поведения человека во время эпидемий с точки зрения исторической ретроспективы. И попробуем сравнить, что же из того, что было выделено историками в поведении человека тогда, характерно для поведения общественных масс сейчас, вот, как бы, период эпидемии COVID-19. Ну, собственно, немного о терминологии. Эпидемия – это у нас прогрессирующее распространение инфекционного заболевания, которое превышает определенную статистическую норму, которая характерна для этого заболевания в этот период. Что же касается пандемии, то это то же самое, но с распространением на разные страны и на разные континенты. Поэтому, применяя, опять же, к современности, у нас с вами самая настоящая пандемия. И в целом, говоря о таких болезнях, таких инфекционных заболеваниях, как чума, оспа, холера, лепра и так далее, мы тоже в целом можем вполне справедливо говорить о том, что это были именно пандемии, поскольку охватывали они не один какой-то конкретный исторический или историко-географический регион, вроде там Европы или Азии. Как правило, подобного рода инфекционные заболевания распространялись на большую часть планеты, где жили люди. Что касается возбудителей инфекционных заболеваний, их несколько, на приведенном слайде вы видите те возбудители, которые повинны в большинстве инфекционных заболеваний. Сразу оговорюсь, поскольку являясь историком и изучая лишь историческую и, наверное, социокультурную часть вопроса эпидемий, не являясь медиком, какие-то вопросы, безусловно, не в моей компетенции будет освещать, поэтому такой небольшой тезис. Мы с вами сосредоточимся сегодня именно на эпидемиях с точки зрения исторической, с последствий эпидемии, которые касаются именно общества, социума, экономики и так далее. Все, что касается такой глубокой медицины, нам сегодня, нами сегодня будет оставлено, конечно, несколько за рамками. Это несколько, опять же, повторюсь, другая область. Ну, что касается в целом различных инфекционных заболеваний, опять же, той же чумы, той же оспы, у историков всегда возникает вопрос. Во-первых, каким образом мы можем изучить эти болезни в древности? Это первый вопрос. Второй вопрос. А когда же она впервые появилась? И в целом и на тот, и на другой вопрос можно дать ответы, немного потрудившись и покопавшись. Поэтому основная проблема изучения подобного рода вопросов в истории – это исторические источники. Что мы имеем в рамках изучения данного вопроса, данной проблемы? Опять же, приведу пример, который я обычно рассказываю школьникам. Если вы хотите что-то узнать о вооружении 15 века, у вас колоссальное количество материалов и инструментов для работы. У вас есть археологические находки, у вас есть, безусловно, письменные источники, у вас есть, конечно же, какие-то изобразительные источники, вроде картин, может быть, миниатюр и так далее, и так далее, каких-то фехтбуков и прочее, и прочее. Что же касается, например, истории болезней, то здесь несколько более проблематично изучать этот вопрос, поскольку с археологическими находками сложновато. Мы не можем в прямом смысле этого слова откопать болезнь, как мы откапываем какой-нибудь меч или какую-нибудь там глиняную тарелку. Поэтому прежде всего археологические находки, которые будут говорить нам об истории заболеваний, они относятся к косвенным каким-то историческим, косвенным источникам, вроде амулеты, которые мы можем трактовать как защитные амулеты заболеваний различного рода, наборы для лечения, какие-то, может быть, оставшиеся в запасниках костюмы, вроде костюмов чумного доктора, которые хранятся в музеях, и мы будем о них говорить и так далее. Наибольший вклад в изучение этого вопроса дают исследования медицинской антропологии и полиогенетические исследования, поскольку многие болезни оставляют в организме человека свои следы, в том числе какие-то ДНК, РНК и прочие свидетельства того, что этот человек умер или переболел именно этой болезнью. И вот как раз-таки полиогенетические исследования дают огромный прогресс в изучении не только то, какой болезнь была и от чего умерли люди в данном конкретном регионе. Исследуя различные заболевания, различные вспышки с точки зрения географии и перемещения болезни, исследователи выявляют и регион, откуда эта болезнь пришла, поскольку со временем, перемещаясь, болезни, в том числе возбудители, так или иначе могут несколько, допустим, мутировать или видоизменяться, приспосабливаясь под жителей конкретного региона, увеличивая свою смертоносность, как, например, это было с чумой, мы тоже об этом скажем. Некоторые люди, единицы, пережившие чуму первой волны, погибали от чумы, которая возвращалась после себя какое-то время. Ну и, естественно, письменные источники, их особенно относительно некоторых болезней распространенных, вроде оспы, холеры, их колоссальное количество. Но, опять же, довольно затруднительно будет выявлять из исторических, да, из описания какой-то болезни, да, делать сравнение, что же это была за болезнь, поскольку зачастую то, какими симптомами сопровождались инфекции, да, описывались историками, и было, ну, то есть мы имеем определенный ряд каких-то симптомов, и больше ничего. И современные историки вместе с современными работниками медицины начинают думать, что же это могло быть заболевание, какое заболевание дает в совокупности всю симптоматику, и, как правило, одного ответа мы не получаем. У нас есть несколько вариантов. Один, два для одной из эпидемий, которая разразилась в Афинах, это было, в принципе, 29 вариантов болезни. Было предложено до того момента, когда в дело вмешались уже палеогенетики, они раскопали там захоронения, провели исследование и сказали, вот это был брюшной тиф. До этого момента, основываясь на письменных источниках, на описании, появляется ли сыпь или сыпь, не появляется горячка у человека, не горячка, тошнит, не тошнит. Вот все эти симптомы надо было свести каким-то образом и попытаться понять, что же это была за болезнь с условием региона, климата, истории и так далее. Но, опять же, у нас довольно много письменных источников, которые посвящены самым массовым эпидемиям. Начнем мы, наверное, наше с вами повествование с той чумы, которая на самом деле не чума. Дело в том, что чумой в средние века и в новое время называли практически любую болезнь, которая так или иначе распространялась за пределы одного региона и уносила с собой жизни колоссального количества людей. Синонимы, которые мы можем найти в русском языке, это мор, моровое поветрие и так далее. То есть, опять же, моровым поветрием называли практически все, что могло причинить вред социуму и унести большую часть жизни. Поэтому то, что называется чумой в самых первых трактатах греческих, допустим, авторов, докторов, не всегда является чумой в нашем с вами понимании. То есть вот тем, той инфекцией, которая повинна в смерти миллионов жителей, которая конкретно возбуждается чумной палочкой. Одно из самых первых упоминаний вообще, в принципе, такой массовой эпидемии, массовой, я бы даже сказал, наверное, пандемии, это афинская чума V века до нашей эры. Она зародилась в Афинах в тот момент, когда Афинский союз вел достаточно кровопролитную войну с Пелопонезским союзом, где главным городом и главным противником выступала Спарта. У нас есть и осталось достаточно много свидетельств, и большая часть информации об этой болезни мы берем из труда историка Фукидида, который мало того, что наблюдал эту болезнь в Афинах самостоятельно, он еще умудрился ею переболеть и, слава богу, для нас с вами и для него выздороветь. Поэтому, помимо того, что он описывал симптомы, которые он видел, он описывал то, что чувствует заболевший, непосредственно основываясь на том, что он чувствовал самостоятельно. Чума, скорее всего, проникла в 430 году до нашей эры через афинский порт Пирей. Опять же, чума в данном случае, какое-то моровое поветрие, какая-то болезнь. И начала в очень быстром темпе уносить достаточно большое количество людей. Естественно, кто же был виноват в подобном заболевании? Кого афиняне могли обвинить? Кого же, скажем так, кто же был обвинен на ваш взгляд? То есть, вот начинается, естественно, никакой адекватной медицины с нашей с вами точки зрения не было. Но найти причину этого было, безусловно, нужно, поскольку обществу причина необходима, а иначе это вакуум информации, его необходимо заполнить. Кого обвиним? Женщины? Нет, в данном случае не совсем. Боги, но опять же, абсолютно здравое предположение, виноваты боги. Но в каком смысле виноваты? То есть, они источник, безусловно, заболевания, то есть, они его наслали. Но здесь есть несколько вариантов. Либо они наслали, потому что они плохие, либо они наслали, потому что мы плохие. Ну, скорее всего, тут второй вариант. Безусловно, мы чем-то прогневили богов, которые наслали на нас данную неприятность. И, безусловно, надо каким-то образом было задействовать алгоритмы очищения, искупления и так далее. И начали чесать затылки и думать, и вспомнили, что, в общем-то, у нас в Афинах среди политической элиты тогда преобладали и обладали политической властью представители алкмеонидов, в том числе отец афинской демократии Перикл, который на тот момент являлся главнейшим политиком, принадлежал именно этой фамилии. И вспомнили о проклятии этой семьи, в том, что когда-то давным-давно они совершили нечто исторически ужасное, и боги это не забыли. И, соответственно, говоря, вот, например, о социальных последствиях данной афинской чумы болезни, мы можем говорить, что политическая карьера и вообще, в принципе, авторитет вот этого рода после данного инцидента, он был просто повержен напрочь. Перикл был вынужден уйти с поста, он потерял все абсолютно влияние, и в 429 году, то есть через год после начала, он умирает, предположительно, тоже от этой болезни. Судя по всему, уже после 2010 года были раскопаны останки тел погибших. Скорее всего, это был брюшной тиф, и по вариациям исследователей, которые изучали эту болезнь до палеогенетических исследований, брюшной тиф входил в один из вариантов, был одной из версий, поскольку вот подобные симптомы, они характерны и для данного заболевания. Самым кризисным и важным моментом считался день с седьмого по девятый, когда организм приходил в самое высшее, наиболее высокое истощение, и болезнь смещалась, собственно, в живот. И дальше было два варианта. Либо с седьмого по девятый день человек умирал, либо, если он справлялся с болезнью, он начинал выздоравливать, после чего болезнь отступала. Так вот, собственно, переболел фукидит сейчас. Мы знаем, что это была точно не чума в нашем представлении, потому что возбудителей чумы не найдено останков этой чумной палочки, а вот брюшной тиф показал себя, и мы находим различные следы этой болезни. Есть еще несколько эпидемий, вспышек чумы, которой чумой не являлась. Это антониевая чума уже во II веке н.э. Это та же чума Галена по названию римского врача, который описывал и пытался лечить. Также киприановая чума в честь киприана карфагенского. Это византийский, не византийский, простите, карфагенский епископ. Это III век. Но так или иначе, это все были не эпидемии чумы. Это могла быть, опять же, корь. Есть варианты, что это был, опять же, тот же тиф. Есть вариант, что это были особые яростные вспышки. Оспы, которые тоже, к сожалению, на тот момент уже были известны в том регионе. Так или иначе, эти заболевания выкосили большую, достаточно большую часть населения Римской империи. И это отразилось все и на историческом развитии этого государства. Поскольку, если вы помните историю, то в V веке нашей эры Западный Рим падет. И во многом кризисы, которые будут сопровождать римское государство на последних веках его жизни, они были как удары, которые сыпались один за другим. И, безусловно, подобные эпидемии, они никаким образом не могли помочь восстановиться Римской империи. Это ухудшало социальное положение, это ухудшало экономику. Это, безусловно, приводило к духовному кризису, поскольку раз за разом повторяющиеся эпидемии, от которых мы вроде бы и пытаемся защититься с помощью молитвы языческим богам, жертвам и так далее, и так далее. Но они возвращаются и возвращаются. Стало быть, причина либо не в этом, либо мы что-то делаем не так. И это активизирует поиск, а, собственно, врагов, которые все-таки все еще повинны и живут среди нас, и повинны в этих эпидемиях. Либо это активизирует поиск новой религии. И в данном случае с врагами и с религией ответ один – это христианство. В Римской империи до официального принятия христианства как официальной государственной религии христиане бедные попадали под абсолютно любой молот и любое какое-то несчастье, которое происходило в государстве, оно сразу вешалось на христиан, начинались гонения, начинались различные преследования, их в массовом порядке ловили, мучили, пытали, казнили для того, чтобы каким-то образом избежать последующих вот этих моровых поветрий или последующего возможного проклятия, которое могут наслать на Рим римские боги. С другой стороны, если я начинаю понимать, что боги, которым я обращаюсь для того, чтобы они прекратили страдания Рима, и мои в том числе, как его жители, но они не отвечают, я могу как раз-таки посмотреть и обратиться к новой для себя религии, безусловно, пока находящейся в потволе, но активно развивающейся и проявляющейся у себя. В Риме на тот момент было уже достаточно много представителей христиан. Первая же задокументированная вспышка чумы относится к 15-му году правления византийского императора Юстиана. Это середина VI века. Почему мы говорим о первой задокументированной официальной вспышке? Проведя полиогенетические исследования, разобрав абсолютно все варианты, исследователи пришли к выводу, что это была чума, и был найден возбудитель чумы в останках, которые были захоронены в период вот этой массовой эпидемии. Есть две версии, каким образом и откуда пришла чума в Византию. По одной из версий она пришла из Египта, и в целом, говоря о Египте и обвозбудить о природных очагах инфекции, о природных очагах чумной палочки, то исторически выделяют два таких основных места, два основных природных резервуара. Это, собственно, один вариант, это африканский резервуар, второй это азиатский, где-то ближе к Китаю, на границе современной Монголии и Китая. Мы будем тоже об этом говорить, это вот около где-то пустыни Гоби. Собственно, здесь не можем мы говорить достоверно, откуда же изначально пришла чума в Европу и в Византию, но так или иначе, одной из основных версий, это все-таки завоз ее из Египта через город Пелузий, через поставки хлеба, поскольку с хлебными поставками, баржами, кораблями путешествовали и самые распространенные, самые очевидные и самые знаменитые разносчики чумы. Это крысы и блохи, которые, собственно, на них вселились. Опять же, любой эпидемии чумы, что первая пандемия юстианова чума, что вторая пандемия, это пандемия 14 века, будут предшествовать ряд определенных факторов, которые будут усиливать эффект вот этой вероулентности и контагиозности, то есть то, что вот эта чума не будет локально проявляться и утихать, она будет именно разгораться. По свидетельствам историков, лет за 10-20 до этого, в начале 6 века нашей эры, происходит ряд климатических изменений, которые приводят к тому, что в середине 6 века средняя температура годовая, она снижается на 1,5-2 градуса. Это приводит к изменению климата и как следствие к неурожаю, и не просто неурожаю в один год, в течение нескольких лет, что, в общем-то, с одной стороны приводит к голоду, приводит к массовым миграциям, приводит в целом к падению и снижению иммунитета у людей. Это с одной стороны. С другой стороны, это как раз-таки активизирует перемещение и миграцию тех самых природных переносчиков чумы. Это крысы и это, собственно, блохи, которые живут на этих крысах. Ровно такие же климатические изменения будут происходить и перед второй вспышкой чумы, то есть в начале 14 века. Почему было и такое изменение климата? Несколько версий. Самое распространенное, что в первый вариант, что во второй, это извержение вулканов, которые достаточно сильные и мощные, которые приводят к тому, что в атмосферу выбрасывается достаточно большое количество пепла, и это создает своего рода вот такой эффект и снижает активность солнечных лучей. Иными словами, температура воздуха из-за вот этой завесы, она падает. И эти события происходят, собственно, и перед Юстинляновой чумой. Через город Пелусий из Египта проникает в Византию. Из Византии эпидемия начинает, и чума начинает распространяться по Европе, доходя даже до Великобритании. Опять же, с точки зрения распространения, с точки зрения переноса заболеваний, основным переносчиком и основными путями распространения чумы будут, как правило, караваны торговые или другие массовые перемещения человеческих масс. Опять же, говоря, в VI веке, прежде всего, чума проникает и распространяется поначалу с торговцами. Потом, какие еще человеческие, массовые такие человеческие перемещения будут после того, как уже возникают первые вспышки? Абсолютно верно, да. И в данном случае это приводит к катастрофическому результату, потому что у чумы, на самом деле, достаточно маленький инкубационный период. Опять же, я не медик, но это от дня до 6-7-9 дней. В данном случае самая серьезная, самая страшная и самая страшная форма, даже с точки зрения визуализации, это так называемая первично-септическая чума, когда человек внешне абсолютно здоровый умирает в течение суток после заболевания. Признаки болезни, которые мы с вами привыкли видеть, это различные бубоны, то есть такие наросты, какая-то лихорадка или еще что-то, просто не успевает проявиться. И одно дело, когда человек заболевает, он мечется в каком-то иступлении, у него кровохарканье, это легочная чума, у него появляются бубоны, это ужасно, но это нам понятно и это мы видим, к этому привыкаем. Когда человек просто стоит и вдруг резко умирает, это страшно. Еще с точки зрения непонимания, опять же, создается вакуум информации, который человек обязательно заполняет. И заполняет не с точки зрения медицины и науки, как мы сейчас с вами можем это сделать, а с точки зрения домыслов, различных каких-то предположений, это могут быть дьявольские происки или проклятия и так далее, и так далее. Опять же, первичная септическая форма по свидетельствам историков была зафиксирована, когда грузчики, разгружавшие вот эти хлебные мешки, которые привезли из Пелузи, они просто разгрузили, пошли в ближайший кабак и умерли. Ну, после кабака. Или во время. То есть, одним словом, это было довольно страшно. Тем не менее, за вот это время, когда больные разбегаются из инфицированного города, из зачумленного района, этого достаточно для того, чтобы произвести дальнейшую цепочку заражений. Опять же, существуют и другие версии, и в частности, например, Супатницкий Михаил, один из исследователей истории чумы, выдвигает версию, что вот эта теория распространения чумы по каналам миграции людей не совсем верная, поскольку зачастую мы можем видеть локальные вспышки в каких-то регионах, но они не распространяются, и это не прирастает именно в пандемию. Но есть отдельные эпизоды в истории, когда какие-то вспышки локальные, они распространились на весь мир и убили колоссальное количество людей. Он приводит свои варианты рассуждения относительно того, что существует какой-то фактор, которого мы можем не знать, который, скажем так, усиливает вот это распространение, усиливает заразность этой болезни. Он приводит в варианты, что существуют различные природные очаги на территории Европы, которые начинают пульсировать и в силу изменения климата выбрасывать на поверхность большее количество вот этой зараженной чумной палочки. Но мы с вами здесь говорим все-таки, наверное, больше о классическом представлении. Поэтому, да, с торговцами, которые еще не поняли, что они болеют, или что они из зараженного города вышли, различные люди, которые бегут из города, они также являются разносчиками и переносчиками этой заразы. Сам Юстиниан заболевает, но что не характерно для первых эпидемий чумы, он выживает. Выживали тогда единицы, просто какой-то даже, я не берусь сказать о проценте, наверное, меньше 1% людей. Тем не менее, такие свидетельства встречаются, что человек в период чумы заболевает чумой, но выздоравливает абсолютно без какого-либо лечения. Ну, лечение, конечно, было, но не в нашем с вами смысле никакого эффективного варианта вылечить человека на тот момент не существовало. Его течение болезни приводит, скажем так, Юстиниан выздоравливать. Какие исторические социальные последствия у данной вспышки? Прежде всего, конечно, мы понимаем и знаем, что Византия в VI веке нашей эры это Византия на пике своего могущества. Она распространяет свое влияние, она завоевывает новые территории, но тут происходит вспышка чумы, что рушит ее планы, вот этой Византии, и в частности, планы Юстиниана на какое-то дальнейшее завоевание и распространение своего влияния. Вообще, мы можем предположить, и эти предположения есть, что Юстиниан хотел восстановить былую мощь Римской империи, поскольку Византия и византийцы, они же себя так не называли, они называли себя ромеями. Это та часть Римской империи, которая осталась после того, как западная часть пала. И вот этим планом не суждено было сбыться, поскольку моровое поветрие распространилось, в том числе и на армию, и колоссальное количество солдат просто умерло, естественно, понизив боеспособность войска. Ко всему прочему, мы все прекрасно знаем, как закончила Византия. В 1453 году у нас Константинополь падет под напором турок. И одно из предположений, одна из версий, что, опять же, вот эта пандемия чумы VI века и ослабление государства в целом дало возможность на тот момент туркам потихонечку начать закрепляться и подходить к границам Византии. Но, опять же, это как одно из предположений. Следующая пандемия чумы возникает в середине XIV века. И, опять же, пускай вас не смущает название. Первая пандемия, вторая будет третья. Между этими годами, между этими вспышками и вот этими волнами локальные вспышки были всегда. То есть если мы возьмем вообще годичные записи истории этой болезни, то так или иначе практически каждое десятилетие она где-то вспыхивала. Однако именно в классическом варианте пандемийного распространения выделяют первую и вот вторую пандемию. Это черная смерть. Почему черная? Потому что зачастую человек, умиравший от чумы, в силу определенных физиологических особенностей, он чернел, что делало вот эту болезнь. Благодаря этому дали такое название. От 30 до 60 процентов населения Европы умерло. И говоря о второй пандемии, мы можем утверждать, что именно в рамках борьбы в 14 веке начинает распространяться и придумываются какие-то способы попытки сдержать эту болезнь и попытки ее вылечить. Самое простое, не допустить распространения болезни, которые мы с вами сейчас понимаем и знаем, это карантин. Строго говоря, то, что было придумано давным-давно, то, что применяется сейчас, и эффективность карантина никуда не девается. Но тот же, например, Юстиниан, казалось бы, но очевидно, всех зараженных в одно место, всех здоровых в другое, не допускать выезда больных из города, чтобы они не распространили, эту заразу нет. Этого всего Юстинианам придумано, или он не догадался это сделать. Только через 7 лет после начала эпидемии в Византии были какие-то попытки предпринять что-то похожее на какие-то ограничения по передвижению, но особым успехом, как мы понимаем, как мы видим, они не увенчались. Что касается уже XIV века, тогда начинают развиваться не только карантины, в нашем с вами представлении, когда людей или какие-то суда из зараженных районов отстаивались какое-то время, но и карантин в рамках своза больных и умирающих на какие-то отдельные острова или в какие-то отдельные регионы. Может быть запирание, ну не может быть, а запирание в домах, заколачивание дверей, помечание каким-то особым знаком, вот эти строения, для того, чтобы все знали, каким домам, каким строениям подходить нельзя. Предпосылки у этой чумы были те же самые, что и в VI веке. Это похолодание и Великий Голод 1315 и 17 годов. На самом деле на тот момент природу колбасило, потому что до Великого Голода, который был вызван похолоданием и обильными осадками, был ряд десятилетий с, наоборот, засухой. Но так или иначе, что засуха, то, что обильные осадки приводят к иссыханию и неурожаю, обильные осадки приводят к гниению и тоже, собственно, неурожаю. У нас, опять же, падение иммунитета. Как ни странно, именно в этот момент еще активизируется такое заболевание, как лепра. Начинается миграция людей и вместе с ними начинается миграция, собственно, переносчиков заболеваний, это крысы. Социально-экономический фактор это войны, это антисанитария, бродяжничество, никакой элементарной гигиены. И все это вкупе дает не просто распространение, а быстрое и достаточно стремительное распространение чумы по Европе. Начавшись, секундочку, начавшись где-то, опять же, в азиатском регионе, скорее всего, из пустыни Гоби. Она проходит через Индию и уже к 1346 году приходит в низовье Волги, где выкашивает столицу Золотой Орды сарай. Что, опять же, приводит к определенным социальным и дальнейшим историческим последствиям для Руси. это ослабление Золотой Орды, под которой мы находились в данических отношениях. И вот это ослабление в дальнейшем сыграет на руку в том числе и русским князьям в борьбе с татаро-монголами. Далее, через порт Кафу, то есть, через современный Крым, через генуэзские корабли и Черное море проникают в Константинополь. Из Константинополя, соответственно, вы видите, расходятся стрелки, нас интересует Европа. И дальше прекрасно видно, какие зоны, какие регионы заболевают и где распространяется чума. С точки зрения именно классической теории распространения, мы говорим, что вот она через Крым в Европу, через Европу в Англию, Ирландию, далее на скандинавские острова и через скандинавские острова у нас она спускается обратно, условно говоря, на север, на север, на юг и, совершив вот такой вот круг, она приходит уже на Русь где-то к 1352-53 году. Хотя, казалось бы, свое начало она ведет через земли и могла бы пойти наверх и сразу распространиться на территории Руси, однако есть предположение, что вот эти отношения с татаро-монголами, которые, ну, не всегда были на тот момент дружественными, да, мы хоть и торговали с ними, но делали это нечасто и немного и вообще, в принципе, вот это неприятие Золотой Орды сделало невозможное распространение, собственно, в 1946 году сразу на север, на Русь. То есть и на Русь чума приходит, сделав вот такой вот своего рода круг почета. Говоря о Руси, сразу скажу, в том, что в 1353 году у нас от чумы умирает великий князь Симеон Гордый, то есть мы видим, что болезнь, и это очевидно, она не щадит ни низшие слои населения, ни аристократов, феодалов, там, бояр, князей, дворян и так далее. К чему это приводит? Умирает не только Симеон Гордый, как великий князь, но и его сыновья. Соответственно, встает вопрос о престолу наследия, и трон переходит к Ивану по прозвищу Красный. Это сын Ивана Калиты и один из сыновей Ивана Красного, тот самый Дмитрий Донской, который сыграет решающую роль в деле освобождения Руси. Вот татаро-монгол, он выиграет Куликовское сражение, покажет, что татаро-монголы не непобедимы, что это возможно и станет таким духовным символом освобождения и единения Руси против общего врага. Такого не должно было бы произойти, поскольку ни, понятно, Иван Красный, ни, собственно, Дмитрий Донской не стали бы во главе государства, если бы, в общем-то, Симеон Гордый не умер бы от заболевания. Поэтому в данном случае такие исторические события привели к достаточно важным последствиям для Руси. Что же в Европе? Через Константинополь и, опять же, повторюсь, прежде всего торговые корабли и итальянский регион чума начинает распространяться по всей территории Европы. Люди бежали из городов и выносили заразу. Все еще велись войны, и вот эти перемещения войск создавали также пути распространения заболевания. Осталось колоссальное количество свидетельств и различных воспоминаний о том, как протекала чума, что она из себя представляла и как же с ней боролись. Начнем, наверное, с того, какое было состояние медицины и какие меры противодействия чумы были введены. Изначально, когда человечество столкнулось с заболеваниями, становится вопрос, откуда они вообще возникают. И один из, собственно, отец медицины Гиппократа еще в свое стародавнее время, почему он назван отцом медицины, начинает попытаться анализировать болезни не с какой-то мистической точки зрения, а с точки зрения какого-то изменения жизни человека, какого-то влияния извне. И как раз-таки это и делает его исследования ценными. И, строго говоря, к 15 веку у нас существуют основные, несколько основных вариантов и теории заражения людей. Мы с вами живем в 14 веке, во что мы можем с вами верить, почему же это возникает. Собственно, начнем снизу, поскольку это мы уже упоминали, теория греха, либо, как уже было сказано, боги наслали на нас эту болезнь как кару, как проклятие за какие-то наши прегрешения, за то, что мы сделали что-то не так. При том, что теория греха, она вот для меня, я ее выделяю в два этапа, в две ступени. Сначала мы думаем, что грешны мы с вами, то есть как простые обыватели, как жители, как невластимущие, то есть мы что-то делаем не так. И церковь нам показывает, указывает на это. Она предлагает, церковь предлагает нам варианты искупления и варианты развития событий. Мы можем молиться, мы можем замаливать грехи и так далее. Но очевидно, что у нас не получается. И все, что мы делаем, оно не ведет ни к чему, кроме как к увеличению смертности, и болезнь продолжает распространяться. И тут мы, наверное, понимаем, что если мы все делаем правильно, ну потому что, а иначе быть не может, мы вняли глазу наших епископов, мы молимся, мы ведем праведный образ жизни, мы пытаемся замолить грехи, но у нас ничего не выходит. Значит, виноваты не мы, виноваты церковь. И тогда начинается то, что называется погромами, в том числе погромы церквей, убийства клириков и так далее. Безусловно, были теории заговора. Это то, что называется поиск врагов. Когда мы понимаем, что мы делаем все для того, чтобы остановить распространение болезни, но она все равно распространяется, значит, этому кто-то помогает. Ну и не может такого быть, чтобы у нас ничего не выходило и наши действия были бесплодны. Кто-то вставляет нам палки в колеса, кто-то специально распространяет чуму и так далее. К этому мы тоже вернемся. Вариантов было масса от иудеев, заканчивая мусульманами. Ну и две основные, одна из основных теорий, это теория миазмов. По данной теории все заболевания, в том числе и чума, возникают от испарений, от гнилостного воздуха. Почему может возникнуть гнилостный воздух? По разным причинам. Начиная от каких-то испарений болотных, заканчивая какой-нибудь бой недалеко от города и вот эти все останки, тела разлагаясь, они ветрами переносят эти запахи гниения в город и собственно, вот эти дурные миазмы, проникая в человеческое тело, приводят к заражению. Чем опасна теория миазмов на тот момент? Она совершенно исключала вариант заражения от человека к человеку. То есть, я предполагаю, что я как заболевший, но выехал из вот этого зараженного миазма места, в целом, я абсолютно нормально проконтактирую с незараженным человеком, не побоясь его каким-то образом передать ему болезнь, поскольку мне в голову не придет, что это возможно. Болезнь возникает от дурного запаха. Дурной запах мы убрали, собственно, переехали в другой регион, где люди живут и не затронут этой болезнью. И мы никак не можем передать. Противовес теории миазмов была контагиозная теория, которая, не вдаваясь в подробности возбудителя болезни, откуда она, говорила о том, что все-таки передача от человека к человеку возможна. И вот эта теория, она, конечно, сыграла свою роль в развитии основного метода противодействия чумы. Это карантины и изоляция. Других каких-то адекватных мер воздействия не было. Что у нас мы можем отнести к каким-то методам противодействия чумы? Народная медицина и обращение к суевериям. То есть, начиная от каких-то заговоров, каких-то молитв, каких-то колдовских обрядов, амулеты, кольца. Сильнейшим амулетом против заболевания считался камень изумрудия. То есть, вот это сильнейшее средство. И тот же папа Климент VI, по воспоминаниям, сидя в авиньоне между двух огромных жаровин, для того, чтобы жар отгонял все болезнетворные запахи и все, что могло его заразить, оно должно было пройти череда очищения огнем и не доходить до священного лица. он имел по свидетельствам современников на пальце огромное кольцо с узумрудом, которое, в общем-то, использовалось им как оберег от вот этой напасти. То есть, и опять же, мы говорим о социальном таком правиле, как только начинаются различного рода кризисные моменты, как только общество видит перед собой опасность, с которой оно не может справиться, оно начинает обращаться к суевериям и к чему-то языческому, к своим каким-то корням и так далее. Заполняется вакуум информации, вакуум каких-то инструментов борьбы. Мы можем даже сравнить в каком-то смысле и посмотреть, если кто-то помнит, 90-е, не самый легкий период нашей с вами истории, и именно в 90-е у нас расцвет различного рода магов, гадалок, кашпировских, секты, причем секты, которые смешивают какие-то языческие корни и какие-то космологические, астрологические теории, и получается вообще черт и что. Но тем не менее это находит отклик, это находит своего зрителя и своего потребителя, и расцвет приходится именно вот на такие кризисные моменты. Безусловно, важным инструментом в борьбе с чумой это молитва была, причем опять же давайте подумаем каким образом нам с вами молиться. У нас пришла чума в город, для того, чтобы изгнать ее нужно помолиться, что может быть лучше и сильнее, чем молитва совместная и коллективная, потому что мы вместе все сможем с этим справиться. Куда мы пойдем все вместе? Мы пойдем с вами в церковь. Соответственно, мы собрались, мы друг к другу надышали, друг к другу болезнь передали, разбрелись, и это только ухудшало. Молитва индивидуальная начала практиковаться уже несколько позже, когда стал очевидным тот факт, что собираться всем вместе не стоит. Искученность населения, особенно городского населения, она как раз таки является одним из тех факторов быстрого и моментального распространения чумы. Лечение официальными средствами. Что можно назвать официальным средством? Кроупускание. Это был вариант, причем официальный, который очевидно не помогал. Были различные варианты прижигания или вскрывания бубонов, которые возникали как правило либо подмышками, либо в паху, и были разные схемы, на третий день, на четвертый, когда возникает, в какую стадию бубон проходит, как его вскрывать, и все это подавалось как официальная медицина, которую в общем-то даже обучали на факультетах, но опять же никакого очевидного результата и никакой действенной силы подобные меры не имели. Любопытным будет упомянуть тот факт, что одним из, одна из причин распространения чумы, как я уже сказал, это вот эти дурные миазмы, запахи, поэтому как вариант противодействия болезни это различные цветы, разложенные по дому вокруг себя или какие-то скажем так нужно было создать вокруг себя орел каких-то сильных ну по возможности приятных запахов, которые бы не допустили проникновения чумных миазмов. В противовес этому во время юстиниановой чумы одним из самых действенных методов было ношение повязки или вообще какого-то элемента одежды вплоть до плаща, если вы очень богатый из кожи козла с места рядом с детородным органом и всяческими вот железами. Эта часть одежды невероятно сильно пахла, причем пахла очень дурно и вот в 6 веке думали, что именно этот дурной запах поможет отпугнуть болезнь и отпугнуть вот эти миазмы. То есть в 14 веке мы отгоняем хорошими запахами, приятными, сильными в 6 веке мы отгоняем воню козла. Причем есть определенные есть определенные как правильно сказать вариации того, что в каком-то смысле этот метод действовал, потому что, конечно, дело не в запахе, а дело в том, что эти элементы одежды они ну как бы были шерстяные и шерсть собирала на себя большую часть блох, которые собственно были переносчиками. Поэтому в каком-то смысле это могло даже в теории как-то помогать. Все остальное, к сожалению, упиралось в неэффективность. Первый карантин появляется в Венеции и слово карантин имеет отсылку к, я боюсь сейчас неправильно произвести, к варанту, то есть это 40, то число дней, которые Иисус провел в пустыне и именно столько количества, такое количество дней отстаивались корабли в порте, прежде чем допустить груз и экипаж с борта собственно на берег. Но тут мы сталкиваемся с проблемой. У нас есть корабль, корабль гружен какими-то товарами, корабль, который пробыл долгое время в море с командой, состоящей из мужчин моряков. Им говорят, что надо сидеть на борту еще 40 дней, выплата жалования будет только после разгрузки, это стандартная практика, и никаких вариантов собственно больше нет. Но земля вот она, близко, и сидеть 40 дней, зная, что на берегу вас ждут какие-то увеселения, развлечения и так далее, было практически невозможно. Те, кто были побогаче, типа капитанов или различных старпомов, тебе сразу подкупали стражу, которая следила за всем этим, и смело с корабля сходили на берег и шли развлекаться. Те, кто не имели средств свободных, вроде простых моряков, находили варианты одолжить в долг или просто спрыгнуть доплыть, строго говоря, даже эффективный метод карантина упирался в коррупционность и в то, что люди не обладали сознательностью. На тот момент никто не понимал и не ожидал подобных последствий. Поэтому они сходили на берег, распространяли чуму, возвращались на корабль и дальше все повторялось. Другой вариант развития схемы распространения с корабля стоящего на карантине это собственно когда там начинали умирать люди от чумы и очевидно, что подобный корабль не будет допущен в порт, но мы же все с вами смиренные христиане и никаким образом оставить умершего человека без отпевания или какого-либо адекватного погребения либо в земле, ну в земле понятно мы не будем, мы его должны в море скинуть, но нужно каким-то образом его отпеть, поэтому на борт допускался священник, который выходя с корабля обратно был уже собственно разносчиком болезни. Тоже в общем-то схема карантина рабочая, но к сожалению все упиралось в неосознанность людей, которые соблюдали и должны были соблюдать этот карантин. Собственно в период пика эпидемии папа Климент шестой за неимением возможности у людей хоронить погибших просто потому, что, во-первых, начиная от того, что люди боялись, людей, которые хоронили, бы их не хватало, людей, которые погибали, их было очень много, практиковались не просто, ну не то, чтобы могилы коллективные, а просто рвы куда-то сваливали, потом засыпали землей. Вот опять же людей надо где-то хоронить, погибает очень много, земли опять же тоже тратится на могилу очень много. В общем, он осветил реку в Авенене, куда разрешил скидывать трупы. Что еще такого интересного и необычного сделал Климент, Папа Римский? Он разрешил анатомировать трупы, что свидетельствует о попытке все-таки подойти к проблеме распространения, возникновения заболевания с нашей точки зрения науки были разрешены вскрытия и проводились вскрытия трупов для того, чтобы узнать о болезни чуть побольше. К сожалению, это было отличное начало с точки зрения развития, последующего развития медицины. И вообще, в принципе, эта эпидемия не только дала толчок к развитию медицины, но и возвысила социальный статус врачей. Но, опять же, победить болезнь это не помогло. Появляются чумные доктора, которые всем вам хорошо известны по фильмам, по различным изображениям. Отдельные элементы чумного костюма были известны человечеству на самом деле задолго до появления черной смерти в Европе. И не всегда чумной доктор выглядел так элегантно, красиво, устрашающе, как на изображении справа. Типичное изображение 16 века, такой вот доктор. Да, есть все атрибуты, это глазницы прикрытые стеклом, это клюв, куда должны были чумные доктора класть пахучие травы, душистые травы, чтобы не допустить попадания чумных мязмов себе в свое тело. Но выглядит не так эффектно, конечно, как мы привыкли видеть. Вощеный плащи в пол, безусловно, тяжелые, далее перчатки кожаные, максимальное закрытие всех элементов тела, то есть, чтобы не было открытых участков, чтобы никаким образом не допустить прямого контакта зараженного с чумным доктором. И в руках обязательно вот такая большая палка, которая, строго говоря, должна была служить своего рода указкой, которая указывалась больному на какие-то отдельные, может быть, вещи, которые он должен взять, или для того, чтобы перевернуть труп, осмотреть его, или упоминается даже для того, чтобы отбиться от родственников погибшего от чумы, поскольку чумные доктора это были высокооплачиваемые, ну, я не скажу специалисты, но их мы, они мыслились и позиционировали себя, естественно, как специалисты, предлагали очень много вариантов средств борьбы с эпидемией, но после того, как они не помогали и больной умирал, к ним могли быть претензии со стороны родственников, и вот для того, чтобы отбиться, вот такая вот тяжелая трость. Вот, один из самых, кстати, известных чумных докторов, вам тоже известный, это Мишель Настрадамус, известный алхимик, фармацевт, в том числе чумной доктор, который в своих трудах оставил наиболее, наверное, яркое, действенное и адекватное средство борьбы. Он написал что-то вроде следующего, возможное, самое лучшее действенное средство это изоляция больного. Все, другие варианты не помогают. Конечно же, зараженные дома сжигались, вещи больных тоже каким-то образом либо сжигались, либо закапывались для того, чтобы не допустить распространения. Я при подготовке к лекции слушал замечательные подкасты относительно в том числе и чумы. И в Италии сам никогда не был, может быть, вы подтвердите или наоборот опровергните, что до сих пор в некоторых регионах Италии можно встретить посреди поля просто одинокую каменную церквушку. И вот история этих церквей такова, что эти церкви были окружены естественно какими-то деревеньками, которые в какой-то момент оказались полностью зараженными и они просто полностью сжигались, оставалась вот каменная церковь как дом божий, которую естественно огонь мы не церковь не поджигали. Так, относительно наверное чумы ее распространения все, в 53-54 годах она стихает, но отдельные ее вспышки будут фиксироваться не то, что даже каждое столетие, но практически каждые полсотни лет одна из опять же самых знаменитых вспышек это лондонская чума 1666 года и сопутствующий ей лондонский пожар, который уничтожает большую часть города и после этого эпидемия утихает, поскольку в огне погибают не только зараженные и их имущество скарб, но в том числе опять же переносчики это крысы и блохи. вспышки продолжаются сейчас чума я думаю вы прекрасно знаете, что это заболевание есть и можно заразиться но в силу того, что наука не стоит на месте мы умеем бороться с ней уже таких летальных исходов практически не существует если вовремя обратиться к медицине вы будете излечены напрямую вот со словом чума мы столкнулись я столкнулся когда мы ходили по горам Кавказа вокруг Эльбруса где местные жители нас предупредили что несмотря на обилие дружелюбных сусликов которые подбегают к туристам к палаткам и требуют еду лучше всего гнать палкой поскольку они являются природными переносчиками чумы и в общем-то ничего хорошего не будет следующая довольно любопытная интересная болезнь с которой столкнулось человечество я не скажу что это была пандемия или эпидемия но это что-то из ряда вон выходящее это нечто необычное это танцевальная чума 1518 года и подобные ей вспышки танцевальной такой танцевальной мании которые были зафиксированы в Европе на протяжении всего 16 века танцевальная чума самая известная вот эта вспышка 18-го года возникает в Страсбурге собственно у нас по свидетельствам современников женщина по имени Трофея вдруг ни с того ни с сего начала танцевать ее члены дергались в разные стороны она никак не могла уняться все попытки ее остановить они заканчивались неудачей и так она танцевала на протяжении нескольких суток периодически впадая в обморочное состояние валясь на землю после чего после какого-то непродолжительного отдыха она вскакивала и продолжала танцевать дальше вслед за ней через несколько дней присоединяется еще порядка 30-40 человек и в конечном итоге в Страсбурге будет зафиксировано порядка четырех сотен людей которые когда танцевали никаким образом не могли остановиться вот эти конвульсивные движения которые продолжались собственно на протяжении дня и ночи и человек мог умереть от истощения что это было есть несколько вариантов но сначала о том каким образом местные власти пытались с этим бороться у нас осталось замечательные мемуары и свидетельства историка Парацельса который зафиксировал собственно вот это вот этот недуг и недомогание сначала власти Страсбурга не понимая что происходит они построили сцену куда собственно загнали всех танцующихся пригласили музыканты музыкантов оркестр и он как бы вот играл таким образом попытались ну что-то вроде вышибить клин-клин когда это не помогло наоборот сцену разобрали запрещены были все увеселительные какие-то мероприятия даже если они не касались непосредственно заболевания человек сидел в кабаке хотел попеть потанцевать это было строго запрещено потому что власти начали уже думать в сторону того что ага вот это вот все наверное кара Господня за наш развратный распутный образ жизни потому что вот эти пляски вот эти агония это вот то извращенное понимание того как мы вот проводим свою жизнь в грехе это один из вариантов второй вариант что это наслал не Господь как кару а наоборот дьявольские козни дьявольские какие-то происки но в любом случае с этим надо бороться молитвой были разогнаны пытались опять же разогнан оркестр разобрана сцена все но адекватного опять же лечения больные не получили ждали просто пока болезнь пройдет некоторые излечили ну некоторые излечились но остались инвалидами как бы мы сейчас сказали на всю жизнь некоторые погибали по всей вероятности это была вспышка есть грибок спрынья который паразитирует на ржи и несмотря на то что рожь в целом достаточно скажем так не так часто этот грибок в целом заражал подобную эту культуру тем не менее предполагается что именно в 1518 году произошло вот это заражение люди съели хлеб из зараженной ржи что привело к эрготизму то есть к отравлению алкалоидами вот этого грибка то есть не сам грибок отравил людей но его условно производные по сути его производные это аналог психотропных веществ психоактивных наркотиков есть конечно в этой теории и слабые моменты что это не слабо нужно было накушаться этого хлеба чтобы получить такую дозу значит вот этих элементов вот этих этого токсина но тем не менее это наиболее пока адекватная версия вторая адекватная версия это различного рода психические и психологические истерии и мании которые тоже были распространены дело в том что период начала 16 века это период ожидания конца света в конце 15 века было высчитано определенными схоластыми клириками что вот-вот наступит страшный суд и человечество закончит свое существование но страшный суд все не наступал и вот это вот томительное ожидание и невозможность и неприятие нынешней жизни потому что как мы можем жить зная что вот-вот скорее всего у нас будет страшный суд будет конец света конец человечества и вот это могло тоже порождать различные массовые истерии и как один из вариантов концевальная чума тоже могла быть основной одной из вот этих проявлений массовых истерий к сожалению никто пока из исследователей не занялся подробно исследованием этого феномена и никакие исследования пока не были проведены с вариантами когда было это так или иначе в общем-то почему пляски святого Вита по одной из по одной из версий сплясав вокруг иконы святого Вита это святой третьего века нашей эры возможно было излечиться и поэтому опять же существует свидетельство когда насильно некоторых из сплясавших или даже целые группы людей уводили в какие-то монастыри или церкви где стояли иконы святого Вита и они должны были танцевать перед иконой и потом через 5-6 дней они даже иногда излечивались но перед этим конечно 5-6 дней плясок понятно что это не совсем вариант нормы так или иначе другого варианта победить болезнь не было следующая болезнь которая терроризировала Европу это лепра о лепре я не буду столь подробно останавливаться как о чуме поскольку так или иначе о ней мы слышали практически все несколько мифов которые существуют относительно этой болезни прежде всего что она появилась в Европе с крестовыми походами и с возвращением крестоносцев из Палестины на самом деле это не так оспа известна практически с библейских времен и в шестом веке мы находим очевидные свидетельства этой болезни и так далее и так далее другое дело что с падением иммунитета и с заражением скажем так другими болезнями осп ой господи простите уже заговариваюсь лепра она могла себя проявлять и скажем так проявлять себя на человеке поскольку у данного заболевания очень долгий инкубационный период он порядка 6-7 лет ну там от 4 до 7 и поэтому это делает подобное заболевание опасным своей вот этой латентной фазой в течение которой люди заболевшие лепрой они разносили эту заразу по в общем-то региону где они жили к тем кто болел проказой относились максимально нехорошо существовал даже специальный обряд после которого человек как бы официально признавался для общества умершим они действительно отселялись в какие-то отдельные так называемые лепрозории первые лепрозории у нас фиксируются чуть ли не в 6 веке нашей эры отдельное заведение куда помещали всех больных однако со временем к тем кто болеет проказой отношение немножко меняется и не последнюю роль в этом сыграл орден Святого Лазаря основанный в первый крестовый поход в 1098 году на основе больницы для прокаженных в Иерусалиме в орден стали приниматься не только прокаженные люди низших сословий но и прокаженные рыцари которые в целом на ранней стадии своего заболевания имея определенный дефект на лице которые проявлялись в рытвенных каких-то выпадения носа могли отваливаться отдельные части ушей и так далее но тем не менее эти люди могли все еще держать меч и служить основной целью крестоносцев это защита святой земли и непосредственно святых христианских реликвий и это все развилось в отдельные как бы мы сейчас сказали отряды прокаженных рыцарей которые выступали под своим знаменем в своих котах символом был мальтийский крест на зеленом фоне и эти прокаженные рыцари сражались в первых рядах сражались весьма рьяно поскольку они понимали что в общем-то они и так умирают зачастую имеется свидетельство что они сражались либо без шлемов либо с открытыми забралами что действительно своего рода было типа психологической атаки потому что их обезображенный вид он пугал войска противника они видели в них либо собственно дьяволов демонов каких-то какую-то нечистую силу либо они понимали что это проказа естественно всеми силами старались не вступать в бой с этими подразделениями потому что они считали что проказа весьма и весьма заразная болезнь строго говоря кстати о заразности зараза заразность проказы невысокая что было доказано в конце 19 века некоторыми учеными которые исследовали эту болезнь и специально вводили себе под кожу различными способами в различных вариациях жидкости больных людей да это и кровь и какие-то попытки пересадки кожи отдельные но тем не менее во многих случаях вот эти прямые вмешательства в человеческое тело они оказывались бесполезны и проводящие над собой эксперимент проводящие над собой эксперименты врачи ну они выживали не то что выживали они не заражались строго говоря вот после этого был развенчан миф о высокой контагиозности то есть заразности вот этой болезни с появлением опять же ордена святого лазаря меняется отношение к прокаженным вот этот ореол отваге и самопожертвования которые проявляли больные проказы рыцари на поле боя они вот распространялись как бы на всех и их ну стали жалеть что ли стали появляются попытки каким-то образом уже обеспечить их адекватную нормальную жизнь попытки то есть уже не было такого гонения и прямого 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 неизбегания но презрения и какой-то даже агрессии то есть вот в 11 веке начинается несколько такой-то перелом ну и собственно уже в конце 19 века когда медицина начинает развиваться и мы понимаем чуть больше о природе болезни уже в прокаженных видят конкретную болезнь конкретных больных которым надо помочь и помочь излечиться подбираемся постепенно к 20 веку безусловно о каких-то болезнях мы не успеем сказать это холера это тиф это дизентерия но испанка почему именно она во-первых это одна из массовых эпидемий начала 20 века которая унесла в жизни колоссального количества людей то есть это до 100 миллионов это эпидемия пандемия которая распространилась на практически весь мир опять же может быть эта эпидемия не была бы столь пагубной если бы не события которые предшествовали ей а какие события это первая мировая война это опять же скученность населения прежде всего это войска это различные антисанитарийные вот эти элементы это окопная жизнь это в целом отношение к заболевшим на фронте достаточно никто не никто не миндальничал с ними если у вас появлялся насморк кашель или болело горло но вы могли держать в руках винтовку вы собственно все равно шли воевать шли в атаку хотя зачастую это были первыми признаками собственно нового испанского гриппа испанский грипп это одна из одна из вариаций нашего с вами гриппа который мы все знаем мы знаем что грипп вирус гриппа мутирует и периодически один раз в какой-то период возникают такие штаммы которые приводят именно к достаточно большой летальности человеческий организм не может адекватно справиться дать сразу иммунный ответ поэтому следует большое количество заболевших и достаточно большое количество тяжелых осложнений или смертей и вот испанка по сути это одна из вариаций вот этого гриппа какие мы еще знаем вариации гриппа которые привели и привели бы к таким же могли привести к таким же последствиям различные свиные гриппы был русский грипп в конце 19 века это тоже одна из вариаций мутации потом птичий свиной и прочее есть несколько вариаций откуда собственно грипп у нас пришел одна из классических версий это Америка что там фиксируются первые случаи заболевания вместе с войсками грипп переходит в Европу распространяется через в общем-то театр военных действий и таким образом проникает абсолютно во все страны которые так или иначе имели контакт с зараженными либо через мирное либо через военное либо через мирное население либо через военный контингент к слову сказать в восемнадцатом же году в семнадцатом восемнадцатом появляется в войсках в том числе Антанты другое странное заболевание которое тоже до сих пор не изучено это так называемая сонная болезнь когда люди жаловались на тоже боль в горле на какие-то симптомы которые в целом мы могли бы отнести к симптомам простуды но потом вдруг человек на приеме врача рассказывая это мог просто взять и заснуть а все попытки перевести его в чувства или разбудить они оканчивались неудачей человек мог проспать несколько часов или несколько суток и потом как бы очнуться эта болезнь развивалась и опять же никаких адекватных противодействительных мер не было человек либо выздоравливал сам оставаясь инвалидом поскольку было выявлено что поражается серое вещество мозга либо человек умирал выжившие потом описывают свое состояние как состояние когда на вас наваливается что-то невероятно тяжелое и у вас нет сил не то чтобы пошевелить пальцем зачастую на последних стадиях люди могли шевелить только глазными яблоками вот это еще сопровождалось таким симптомом как крики которые могли переходить в бормотание ругательство и так далее и так далее и до сих пор мы ну скажем как мы по последним данным которые я читал адекватного объяснения этой сонной болезни нет ее пытаются породнить сонной болезнью африканской которая более изучена но встает вопрос почему и как она оказалась в Европе никаких общих факторов у заболевших нет думали что это что-то вроде посттравматического синдрома стресса который вызван боевыми действиями но заболевали люди которые в целом к войне не имели отношения например в Австралии были случаи заболевания последняя вспышка сонной болезни вот этого непонятного в общем непонятного происхождения в Казахстане в 2012 году после чего люди просто впали в сон который продлился тоже несколько суток они были вывезены из поселка и как бы вот на этом все закончилось никакой адекватной работы никаких исследований к сожалению проведено не было хотя были все возможности на тот момент вот предпочли просто решить симптоматически вот сами люди связывали это с урановыми шахтами которые находились неподалеку от их расположения но опять же это всего лишь домыслы ну и 21 век какая чума нас сейчас преследует это ВИЧ вирус иммунодефицита человека и непосредственно СПИД то что он вызывает на последних стадиях в 1981 году выявлен описан первый случай и именно опубликована статья которая и дает условное начало отчета истории этой болезни но сейчас мы все знаем изучая этот вирус изучая историю распространения что люди сталкивались с ним гораздо раньше чем конец 20 века уже первые случаи мы можем фиксировать по различным данным в 1930 годы и так далее изначально вирус распространяется среди населения которое ведет не самый правильный образ жизни это прежде всего люди которые подвержены девиантному образу жизни я так скажу это наркоманы это проститутки и также люди с нетрадиционной ориентацией в общем-то поскольку перенос и заражение этим вирусом идет по большей части через биологические жидкости больше всего он не заразен воздушно-капельным путем но вот через кровь и повторюсь внутрив внутриутробно также идет передача изначально есть если вы вобьете в ютуб про ВИЧ и СПИД различные ролики то помимо официальной версии что этот вирус появился в Западной Африке и скорее всего приспособившись мутировав и приспособившись к человеку вот он собственно распространяется его тоже этого вируса есть несколько версий есть колоссальное количество всяческих теорий заговора версии искусственного происхождения но они все как бы разбиваются о фактологии о медицину подобные вирус схожего порядка есть у обезьян у шимпанзе которые собственно обитают в Западной Африке и предполагалось что изначально человек ну человек заразился этим вирусом через разделку туш или укусы слюна да попадает слюна зараженного животного в человеческий кровоток но поскольку это было довольно своего рода предполагается что специфическая болезнь которая распространена была только среди охотников вот этой самой Западной Африки и никакого ну скажем так она курсировала сама в себе то есть не выходя за ареал профессиональной вот этой группы да ну или так или иначе не выходя за ареал обитания непосредственно вот людей которые этой болезнью могли болеть уже в конце строго говоря даже и какого-нибудь 19-го в начале 20-го века но с распространением с глобализацией это первое потому что мы все помним каким образом эксплуатировалась Западная Африка и ее ресурсы необходимо было налаживать контакты необходимо было в тот же тоже например Конго где предполагается все это зародилось начали активно изучаться и разрабатываться недры привлекались дополнительные рабочие это значит что их надо кормить это значит что нужно больше мяса соответственно больше потребления вот это мясо обезьян которые не чурались кушать в том регионе в те времена в общем так или иначе через глобализацию потихоньку вирус начал распространяться и в итоге попал в Соединенные Штаты скорее всего через Гаити и там распространился через как я уже сказал определенные слои населения вирус очень долго не проявляет себя опять же порядка 5-7 лет проходит до появления первых симптомов что дает возможность носителю заразить наибольшее количество людей сейчас честно говоря не помню цифру официальную но она достаточно большая вот по количеству заболевших проводятся всяческие ретровирусные терапии исследования есть выздоровевшие от вируса иммунодефицита человека излечившиеся но их по пальцам пересчитать не существует и не создано пока к сожалению адекватного лекарства которое бы подходило всем однако проводится огромная профилактическая работа и насколько мне известно в прошлом или позапрошлом году зафиксировано в России снижение зараженных вирусом иммунодефицита человека наибольшая часть людей которая заражена это Африка у нас по-моему не более 2 или 4 процентов от всех зараженных у нас я имею ввиду в России два текста которые связаны с тем каким образом вакцинировали от оспы до появления официальной вакцины которую мы знаем как вакцина дженерек из корови оспы иными словами уже на самом деле в 17 и уж тем более в 18 веке когда оспа лютовала по Европе люди поняли что если заразить ребенка прежде всего или заразиться самому от больного специально делали специальные повязки которые прикладывали то в этом случае ты заболеваешь но болезнь проходит более в легкой форме и смертность после такого такой активности со своим телом она составляет порядка 2 от 1 до 5 процентов в то время как смертность от оспы к концу 18 века составляла порядка 20 процентов раньше больше но человечество разумеется вырабатывал иммунитет и уже изначально смертность была выше но вот она снизила до 20 но все равно это было довольно много поэтому у нас есть варианты даже такой прививки и исследования этих прививок в Кавказском регионе то есть у нас есть свидетельства историков которые путешествовали и оставляли свидетельства вот о вакцинации детей через введение жидкости зараженного оспой человека ребенку для того чтобы каким-то образом его заразить и он перенес бы болезнь легче переболев раз второй раз оспой он не заражался ну и собственно к концу 18 века в 1796 году доктор Дженнер Эдвард Дженнер проводит первую вакцинацию он вводил вирус коровьей оспы он обратил внимание что те люди которые взаимодействуют со скотом с коровами прежде всего это доярки зачастую болеют переболевают заболевают коровьей оспой но эта болезнь проходит в очень легком варианте практически никаких летальных последствий и после этого они либо вообще оспой не разоражаются либо заражаются натуральной оспой но она проходит у них в достаточно легком варианте что дает Дженнеру вариант повод думать что вот можно искусственно привить коровью оспу после чего его вариант вакцины более безопасный чем тот который тот вариант о котором я говорил раньше вот он распространяется естественно были противники вакцинации в то время причем колоссальные противники их было очень много но опять же и наука и пропаганда научно пропаганда не стояла на месте и впоследствии конечно это вошло в повсеместную практику к слову сказать до варианта с коровьей оспой обычной прививкой от оспы воспользовалась ни много ни мало Екатерина вторая и у нас тоже остались дневники с ее фактически паденным изменением течения болезни то есть как бы хорошо плохо когда ей было дурно когда не дурно и так далее что довольно любопытно для современных исследователей последняя вспышка оспы у нас была кстати в Советском Союзе в 1959-60 году когда один товарищ из Индии завез черную оспу и ее вовремя не распознали и уже после его смерти начались очень быстрые и стремительные варианты принятия карантинных мер которые на мой взгляд являются своего рода эталоном потому что за какой-то короткий срок что около двух недель было вакцинировано порядка 9 миллионов человек это 5,5 в москвичей и 4,5 в подмосковье вот там выявили порядка 40 с копейками зараженных которым успел вирус оспы передаться 3 или 4 летальных случая ну включая собственно самого какорекина Алексея который подцепил это будучи в Индии предполагается что он был нулевой пациент присутствовал на похоронах у Брахмана ритуальных и вот как бы прикасался к его вещам скорее всего оттуда и принес эту заразу в Советский Союз ну собственно одно из самых наверное интересных и завершающих моментов нашей с вами лекции это поведение человека во время эпидемии здесь приведены стадии которые характерны были для массовых пандемий в среднее века и в новое время что-то осталось что-то какие-то этапы наверное отошли на второй план какие-то вообще нивелировались но так или иначе общий ход человеческого поведения в период кризиса оно остается тем же самым сперва у нас до последнего мы не замечаем приближающиеся вспышки эпидемии можно сравнить это с эпидемией ковида потому что в общем-то он начинал бушевать уже в декабре 19-го года в Китае но мы зная и видя и у нас гораздо больше инструментов информационного обмена чем было тогда тем не менее до последнего общества я говорю именно как социум он игнорировал эту опасность когда собственно эпидемия приходит наступает отрицание то есть мы сперва говорим нет и туда можно отнести что это все правительство выдумало это просто чтобы нам там налоги лишние или чтобы малый бизнес задушить конечно же вот и дальше как только стадия отрицания проходит наступает страх перед эпидемией и перед теми кто бережит из зараженной местности в случае с ковидом у нас нет таких побегов из зараженных городов однако мы помним с вами тот то опасение может быть даже тот страх когда мы слышим что человек с которым допустим мы контактировали он заболел на следующий день и мы думаем так отчет пошел сколько осталось еще мне или спрашиваем так ты болел переболел а сколько назад ты болел так у тебя еще остались значит иммунитет наверное ты еще не болен с тобой безопасно встретиться и так далее то есть здесь даже не перед самой эпидемией а перед ее носителями разобщение людей и деперсонификация смерти деперсонификация смерти в данном случае означает и это хорошо было видно на чуме насколько вся ритуалика и обрядовость похоронных вот этих моментов она уходит и отступает на задний план смерть это очень важный для человека и для общества момент и он обставлен различными сакральными сакральными какими-то активностями событиями однако в случае с чумой практически сразу это отходит на второй план человек человеческая смерть становится обыденной и в каком-то смысле даже историки того времени и какие-то люди которые делали записи они сравнивают смерть человека со смертью скота то есть разницы никакой так же сваливают в общую кучу и привет и никаких и собственно вот это делает человеческое это наносит удар по человеческому восприятию смерти и по человеческой психике когда колоссальное количество людей умирает вокруг тебя и ты даже не успеваешь их похоронить это теряет какой-то вот теряется элемент человечности то же самое было и кстати в первой мировой войне после вот этих массовых смертей от различных артобстрелов заканчивая тифом испанкой когда тоже смерть это что-то обычное и возможно было просидеть там с трупом своего товарища несколько дней в окопе дальше естественно отчаяние и паника в рамках которого можно собственно попытаться было сбежать из города но тебя нигде не принимали и это хорошо если тебя просто не пустили в какую-то в какую-то деревню а могли в худшем случае могли убить и сжечь это опять же случай со средневековьем маргинальное девиантное поведение коллективное безумие расслоение человека появление стервятников но опять же практически в любую эпидемию характерные этапы все это отмечают это человек начинает впадать в разврат и распуд и всячески передаваться увеселением понимая что поскольку болезнь не щадит ни богатых ни бедных ни людей высокого слоя ни низкого то все мы там будем никаких вариантов защиты у нас нет поэтому что можно попьянствовать можно провести время в различных активностях которые до этого ты не практиковал и возможно не практикуешь больше никогда потому что не факт что ты доживешь до завтра и это принимало повсеместное повсеместный оборот тем не менее зачастую шло расслоение отдельных слоев общества люди и очень хорошо в такие моменты видно какие люди проявляли отвагу самопожертвование вот это прежде всего относится к врачам и к священникам к клирикам какие-то священники и врачи оставались и хотя мы сейчас понимаем что они сделать ничего не могли они пытались применить все свои силы и знания как они думали для спасения людей некоторые же откровенно сбегали со своих постов за что вызывали ненависть общества и зачастую таких людей таких священников например тоже ловили убивали происходили погромы монастырей как например это было во время чумного бунта в Москве в 1771 году и так далее поиск внутренних врагов проявление демонов эпидемии это очень интересно сейчас период ковида мы начинали искать врага там не только внутри себя но и снаружи пытаться доказать для самих себя искусственное появление этого вируса из лаборатории там Пентагона или не Пентагона неважно важно найти виновника в средние века опять же в новое время это такой же поиск внутри себя попадали под раздачу мусульмане евреи прокаженные потому что в них виделись люди которые обделены и которые что логично захотят отомстить распространив какую-то смертельную заразу но что любопытно мы все знаем наверное каждый из нас слышал хоть раз о городских легендах которые появились где-то в 90-е и в нулевые годы после осознания опасности ВИЧ-инфекции эти городские легенды были связаны с тем что ходили якобы ходили люди специально зараженные иголкой тыкали людей можно было сесть на эту иголку где-нибудь в общественном транспорте и так далее и так далее вот это характерный демон эпидемии тот кто виновен и такие люди были их искали однако что любопытно были люди в средние века во время второй эпидемии чумы которые сознательно делали это и которые сознательно способствовали распространению эпидемий их можно поделить на две группы первые которые думали что они способствуют это различные люди элементы общества которые допустим брали какие-то якобы заговоренные вещи или какие-то проводили колдовские обряды которые как мы понимаем с вами никакого эффекта не имели но они думали что они влияют на распространение и вот помогают чуме это один вариант а второй вариант это когда встречались действительно стервятники которые брали элементы зараженные там чумной одеждой или гной из бубонов и обмазывали им ручки дверей как-то обмазывали ладонки подбрасывали и вот это не просто распространители а довольно эффективные распространители которые действительно встречались их связывали и с опять же с сарацинами и с прокаженными и с дьяволом но тем не менее такие люди существовали далее у нас коллективное покаяние и искупление и как только эпидемия стихает она забывается ну по-моему никто из нас уже сейчас маску особо не носит мы забыли как мы сидели по домам как боялись выйти и так далее и так далее опять же зачастую в особенно русских исторических источниках которые описывают локальные вспышки чумы упоминается что чума пришла откуда не ждали мы смотрим в исторические источники в этом регионе чума была 70 лет назад ну все они забыли они забыли забыли о симптоматике забыли о том как это бывает поэтому ой вновь пришла мы не ждали разве такое было уже точно но давным-давно то есть забвение вот этих моментов это тоже характерный такой этап который отражает человеческую сущность мы быстро забываем все плохое и очень быстро привыкаем человек невероятно адаптивное животное которое приспосабливается и привыкает ко всему и опять же современное положение дел нам показывает как быстро мы адаптировались к тому что происходит сейчас вокруг нас и к эпидемии ковида и ко всем остальным моментам на данном слайде источники литературы естественно это не все но это такие основные моменты которые я использовал при подготовке лекции ну и проект Run&History который я стараюсь развивать этот проект пытается связать бег и историю вот бег потому что я бегаю в марафонский бег история потому что это замечательно и мы должны изучать историю об истории должны знать гораздо больше вот поэтому можете подписаться вот такой вот кваркод различные лекции проводятся беговые экскурсии просто экскурсии и так далее и тому подобное все ради научно научно популярной развития научно популярной среды если есть вопросы я с удовольствием готов ответить если утомил прошу прощения у меня на этом все благодарю вас за внимание спасибо спасибо